Сначала вы окажетесь в темном зале, где увидите взламывание, деформирование, разжигание и еще шесть работ одного из ярчайших представителей современной художественной сцены Берлина, немецкого художника Фабиана Кнехта. И важно не относиться к этим инсталляциям скептически, а понять смысл, который придает им автор. Фабиан Кнехт дает жизнь привычным предметам или объектам, не заставляя их двигаться или, например, звучать и светиться, а придает им новые, другие смыслы и значения, которые разрушают обыденность. Ключевая тема – развенчивание значений музея или галереи как единственной среды для существования произведения искусства. В 2013 году, например, художник инсценировал поджог музея современного искусства в Загребе, что спровоцировало большой резонанс. Для Фабиана это и ответ на вопрос, что происходит, когда искусство выходит из стен музея и неожиданно оказывается на улице. А этот объект под названием деформирование относится к его счастливым работам. Дорожный леер Фабиан нашел во Владивостоке. Стать частью экспозиции, уже отжившему свое ограждение, помогло одно решающее условие. Когда ты едешь по дороге, ты видишь эти объекты, поврежденные при аварии, и думаешь, о боже, это так жестоко. Ведь возникают грустные мысли, что же могло случиться. Но известно, что именно этот леер спас жизнь человеку. Соответственно, это счастливый объект. Замерзшее море и энергетика Владивостока в целом вдохновляют Фабиана. Город понравился ему еще пару лет назад, когда художник был здесь проездом. Теперь с удовольствием работает у нас над новыми проектами и уверен, что это далеко не последний его приезд. В залах выставки «Вечный двигатель» глаза разбегаются от таких разных по форме и содержанию произведений русских художников-кинетов, начиная с эпохи авангарда до наших дней. Дизайн, архитектура, музыка. Кинетизм – это статика и динамика, свет и темнота, звук и тишина. Некоторые работы завораживают и создают новые пространства. Например, инсталляция художника и скульптора Романа Сакина. Находясь в центре этой комнаты, начинаешь чувствовать себя немного необычно, ведь все предметы вокруг нас здесь живут своей собственной жизнью. Эта инсталляция была создана специально для Владивостока. Куратор Полина Борисова признается, для нее это была выставка мечта. Многих, чьи работы представлены здесь, как и работы ее отца художника Леонида Борисова, помнит еще с детства. Для меня, конечно, это очень важная и знаковая выставка, и основная ее идея была просто показать русское искусство, что оно действительно красивое, и что оно предтеча, можно сказать, всего современного искусства. И, в общем, я очень благодарна фонду «Заря» и Центру современного искусства, что они дали мне возможность именно это воплотить. Я очень рада за жителей Владивостока. Выставка «Вечный двигатель. Русское кинетическое искусство» в Центре современного искусства «Заря» продлится во Владивостоке до 2 апреля. А работы Фабиана Кнехта под общим названием «Взламывание» можно посмотреть до 26 февраля. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.